Привет-привет! Сегодня я приехала в Бронице. Это полтора часа от Москвы на автобусе. Я приехала неспроста, потому что я буду сегодня делать себе татуаж бровей. Я думала об этом целый год, и вот сейчас решилась, и еду специально к мастеру, которого мне посоветовали, многие посоветовали, и будем с ней делать татуаж бровей. Вот я приехала в замечательный салон к чудо-мастеру Кристина. Сейчас Кристина будет делать из меня красавицу. Да, вот в данный момент мои брови выглядят вот так. Они ничем не накрашены, как бледное подобие. Мы с тобой тоже не будем делать здесь четких углов. Сделаем здесь размытый край. Он будет мягкий, и потом этот градиент будет уходить в более плотный темный цвет. Уплотнение можно сделать по нижнему краю, верх оставить такой тоже размытый, либо сделать мягкая линия, да, не мягкая, а размытая. Она переходит в более плотную и заканчивает скончик в более плотной линии. То есть это кому что нравится, более декоративный вариант или более естественный натуральный. Мне нарисовали вот такие брови. Это эскиз. Вот. А это все будет переделываться, а это будет все наноситься другой краской. Художник нам поправит этот... Беретик, у меня беретик такой. Сейчас мы проверяем симметрию. Так, брови одинаковые. Хоть мы и все не симметричны, но симметрия все-таки какая-никакая должна быть. Иначе брови будут абсолютно красивые, абсолютно разные. Хотя это с другой стороны очень удобно. С одной стороны с фотографией, ну, ну, одна, а с другой. Можно мне сделать одну прямую, а другую волнусь. Волнительный момент. Волнительный. Мне все-таки как бы потом жить с этими бровями. Вот, смотрите, какая красивая. Как вы думаете, может быть мне сделать белые брови? По-моему, мне очень не пойдет брить либиносом, да? Белые ресницы, белые брови. Зимой это очень актуально. Несмотря на то, что зима уже заканчивается. Так, сейчас мы тебя обмотаем пленочкой. А тогда и зеленые, раз весна. Почувствуешь себя чемоданчиком? Чемоданчиком. В аэропорту. Жжжик. Можно и зеленые. Зеленые проще сделать, чем белые. У-у-у-у. А-а-а. Все расходники стерильные и одноразовые. Начинаем. Мне страшно. Доктор, мне будет больно? Это будет приятно. Если вы получаете наслаждение от боли, вам будет очень приятно. Потом за ними будет ухаживать, да? Как-то не мочить их надо? Первые два дня не мочить и вообще лучше их не трогать. Необходимо нам это для того, чтобы сформировать корочку хорошую, тонкую. Под которой потом в дальнейшем будет уже хорошее такое приживание пигмента. Если будет больновато, говори. Тогда я буду добавлять анестезию. Но все равно не раньше, чем через один проход. Ага. Ну, пока терпимо. Я думала, будет больно. А, у меня же у кого вопрос всегда волновал. А не выпадут ли у меня волосы? В старости, возможно, но явно не от татуажа. Если все делать правильно, процедура выполнена качественно, то никак татуаж не воздействует на количество и качество волосков на бровях. Так как луковица находится на расстоянии где-то 1,2-1,5 мм в глубину, а татуаж наносится максимум до 0,8 мм. И то это не всегда, в основном где-то 0,4-0,5 мм в глубину введения пигмента. Это самые верхние слои дермы. Поэтому он сходит, да, со временем? Да, да, поэтому он со временем сходит. Но кто-то жалуется на то, что быстро, год, год это мало. Но с другой стороны, каждый раз тенденции меняются. Сегодня хочется пошире бровь, завтра потоньше. Через 10 лет уголок глаза слегка опустился и хочется приподнять бровь. Поэтому, я думаю, лучше так. Причем, когда нарисовали синенькие, симпатичные, но надолго. Насегда, да. А что за пигмент? Пигменты американские, фирма Аква. Они себя хорошо зарекомендовали в работе, в том, как они уходят по свету. При правильном нанесении и подборе пигмента они не уходят ни в какие-то криминальные цвета, а-ля синие, любимые, зеленые, красные. Ну, если что-то появится новенькое и более интересное, наверное. Это не хна? Нет, это не хна. Это вообще абсолютно другие красители. Они ничем не схожи ни с краской для окрашивания волосков, для бровей и ресниц, да. Ни с хной. Вот чуть-чуть уже ощутимо. Это гипоаллергенные пигменты, которые могут находиться в коже и не создавать никаких побочных явлений. А какая у них природа? У них природа натуральная? Да, натуральные это органические пигменты. Есть органические, есть неорганические. То есть, ну, они все, скажем так, из природы. Это не синтетические пигменты, они не искусственно выведены. Ну, как не искусственно. И, конечно, в лаборатории создали, но все компоненты, они натуральные. Вот такой цвет у меня получился. И сейчас нам расскажут про цвет все. Цвет в первую процедуру я никогда не кладу плотно и слишком темно. Да, если приходит человек, скажем так, среднего русого оттенка волос, то есть, как правило, цвет подбирается под цвет волос. Под цвет волос либо корней, либо от цвет волос бровей. Чтобы максимально сделать цвет более натуральным, его необходимо укладывать в два захода. То есть, в первую процедуру и в коррекцию. Потому что каждая кожа, она по-разному принимает пигмент и по-разному его отражает. У кого-то он идеально ляжет с первого раза, у кого-то он идет немножко в холод, у кого-то, наоборот, более такой в золотистый, слишком в золотистый свет, да. Все эти нюансы мы отрабатываем на коррекции. Можно добавить как оттенок, чуть, скажем, теплее, холоднее, по насыщенности, а скорректировать можно форму. В принципе, как бы, ну, все что угодно. Ну, конечно, совсем какие-то криминальные брои мы делать не будем на коррекции, да. То есть, по форме можно какие-то нюансы изменить на коррекции. Делается она через месяц, не раньше, и желательно до трех месяцев. Для того, чтобы поймать именно тот момент, когда, скажем так, кожа уже зажила, 21 день период заживления кожи, но цвет еще максимально свежий, то есть до трех месяцев. Потому что это, может быть, сегодня у нас хорошо лето, там, лето-весна, вот. А если это будет лето, то немножечко идет период такой выгорания, и необходимо поймать его чуть раньше, чтобы нам понять, как правильно работать с этим цветом. Осталось совсем чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть. Уход. Первые два дня брови не мочить и ничем не мазать. Максимально их не трогаем и даем спокойно зажить. С третьего дня можно мочить, как обычно, но стараться не ковырять, не сковыривать, не расчесывать их, не драть. Мазать кремом пантенол один-два раза в день очень тонким слоем, только для увлажнения. Никаких аппликаций масок на брови мы не делаем. Исключается на 7 дней баня, сауна, горячие продолжительные души, ванны. Солярий желательно исключить на 30 дней. Если очень надо, то фотозащитный крем на брови и, в принципе, можно. Но, опять же, первые 7 дней ничем другим, кроме пантенола, брови не мажем, поэтому, соответственно, в солярий мы не ходим. Ну, наверное, и все. То есть самое главное, чтобы исключить максимальную травматизацию, да, чтобы их не ковырять, не спим носом в подушку, даже если очень хочется. Спим на спине, это полезней. Ну и все. И мажем пантенолчиком. Второй день. Полет нормальный. Брови не стягивает, все хорошо. Спала на затылке, чтобы не стесать брови, а подушку. Утром проснула, сразу же побежала в зеркало смотреть, остались ли на мне брови. Третий день. Полет нормальный. Вот мои брови. Пока еще на мне, а подушку их не стерла, не мочила, спала на затылке. Все хорошо. С сегодняшнего дня начинаю мазать их мазью с пантенолом. Пятый день. Брови начали немножко чесаться, и я начала их мазать мазью. Нашла в аптеке 5% пантенолом. Поэтому мои брови сейчас выглядят вот так, они намазаны. Не стягивают сейчас уже и не чешутся. День шестой. Привет из восьмого дня. Седьмой день я не снимала. Очень была занята. Но за весь шестой день, тире седьмой, у меня облетали брови. Я бы даже не хотела бы снимать, если честно, такую вещь, потому что зрелище не очень из приятных. У меня был такой брови пад. Если у вас есть возможность остаться дома, оставайтесь дома в этот момент. Потому что я не могла остаться дома. И делилась, скажем так, своими упавшими бровями. Своим бровепадом с окружающим миром. Вот сейчас у меня брови остались вот такого цвета. Они посветлели. Вот здесь у меня еще остались чешуйки. Вот эти вот, которые должны сами отпасть. Я довольна. Брови есть. Они не светлые, не темные. Подходят под мой цвет. Я вновь приехала в Броннице на коррекцию. Сейчас найдем снова Кристину. И сделаем уже коррекцию. Вот меня уже подготовили к коррекции. Скорректировали мне брови. Надели шапочку. Положили анестезию. Под пленочку. И все. Я ложусь под опытную руку мастера. Под опытным кроликом под опытную руку. Под опытную руку. Я тут, как всегда, пришла. Все собрала везде. Так. Вот так. Так. Мастер. Мастер, я художник. Художник? Да. Делай мне что-нибудь красивое. Красивое, значит. Да. Красивое, оригинальное и эпатажное. Красивое, оригинальное и эпатажное. Чтобы и в пир, и в мир им опережали все тенденции моды. Вложите себя здесь. И сейчас вашему вниманию предоставляется привлекательное, эпатажное и очень красивое... Та-дам! Это то, что я хотела. На этом заканчивается моя бровная эпопея. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И будет еще очень много всего интересного. Пока-пока.